Итак, господа, сейчас 6 октября, времени 16 часов 18 минут. Вот, я всё ждал, когда будет осень. Она наконец настала. Тут, конечно, много вечно зелёных деревьев, да? Но вот смотрите, сколько листьев вокруг. Сколько вокруг листьев. И видите, вон там жёлтые всё, да? Я всё ждал, когда всё будет трёхцветное. В общем-то, так и есть, уже сейчас. Вот. Я поеду на пруд, да? Потому что по такой грязи больше никто по этой дороге не ездит. Все ездят в объезд. Там есть объезд по культурной дороге более-менее. Где нет такой грязищи. Но мне на пруд... Я его последний раз вижу, поскольку я больше сюда не поеду. И это последний, то есть, чём-то тёплый день. Я уже не ездил целый месяц на велосипеде. И велосипед меня чё-то не особо слушается, кстати. У него руль выворачивается постоянно. И ничего хорошего нет в этом. Ну ладно, в общем. Включимся на пруду. Некоторые скажут, а чё ты вообще понимаешь, да? Типа, велосипед это что, занятие что ли? Это же для мальчишек, скажут, дедов. Но нет. Если хочется, да, то надо заниматься. Если хочется видеоблогинг, надо заниматься. И никто мне ничего век не будет, да? Вот. Кто чем хочет, тот тем и занимается, тащим-то. Вот. Такие дела. Ладно, дальше, короче, к пруду поехали. Тут, конечно, видишь, какая лужа, да? И грязь вокруг. Невозможно практически туда ездить, да? Постоянно скользить велосипед. Я первый раз на деревяшку чуть не вернулся. Вот наехать на какую-нибудь деревяшку, смотрите, вот на такую, которая на земле лежит. Это значит, поскользнуться, да, вместе с велосипедом. Потому что она скользкая, как мытый паркет, да? Или как мытая плитка. В ней глубина, наверное, метр-два. Если вот так поехать, или полтора-два метра, можешь потонуть по самые... Нет, целиком не потонешь, да? Но велосипед затопить можно. Даже выше, полтора метра точно. Вот в колеи, вот где вот эти... Мазы ездили, да? Мазы и Камазы, да, там затонуть можно, да? Там пиздец полнейший. Вот. Потому что по такой дороге больше никто не мог бы проехать. Тут бы и УАЗик застрял, даже если бы лужи не было. По тому, как там рельеф идет. Вот. Самая глубокая лужа. Видите, длина 4 или 5 метров. А ширина 3,5 или 3 больше. Почти ее под 4. Вот, Эвригуд. Вот. Вокруг больше таких луж, да, вон, видите, там полно. Но главное, что осень. Осень и листва. Тут, конечно, еще красных листьев нет, но они кое-где есть. В самом лесу нету. А вокруг, да, в городе есть. Около кусты есть с красными листьями и все такое прочее. Они, наверное, более теплолюбивые. Вот, смотрите, вот. Вот, смотрите, вот такие вот виды у пруда. Десяти клёна, вот там красные. Пруд без единой уточки. А какие-то школьники все еще играют в... Это сам, в волейбол, бейсбол, не знаю. Какой-то волейбол, да, какой-то. С мячом какая-то игра, я не понимаю. Баскетбол. Куча мяча на кого-то закидывать. Зачем это перекидывать? Я не разбираюсь в сортах. Ну вот, смотрите. Пруд пустой, без отдыхающих, но... Шоколадронцы найдут способ поиграть и время поиграть. Как и господа, найдут место побухать, кстати. Это всегда. Это можно не сомневаться. Вон, Страйк и Хайникин. На пруде немного дождик, да, капает. Но обещали, мелкий дождик, он немножко-то и есть. Вот. Ладно, тащим, да. Продвигаемся дальше немножко. Вот смотрите, для примера, по каким дорогам предлагается ездить, да? Вот по таким. Притом, примерно по всей длине она вот такая и скользкая. Не то, что тут в болоте, да? Тут она всегда такая, но теперь она по всей длине такая же. Ведь немножко грустненькая, поэтому тоже в последний раз выезжаю. Больше не буду выезжать на велосипеде. Я сюда схожу только зимой. Вот. Я сюда схожу только зимой и пойду пешком. Или на автобусе доеду, а обратно пройдусь пешком. Потому что это невозможно. Последний раз здесь искренне сгладаться. Вот так. Вот, смотрите, подарки осени. Вот эти ягоды, не знаю, можно их жрать. Я так не узнал. Наверное, нет. И... И офигенные мухоморы просто вообще шикарные. Вот. Для грибобаса прям самое то. Он бы все понадкусал тут прямо. Тут вообще крутой какой-то вот отдельно стоит. Вот. Вот они и красные листья. Я имею в виду что-то типа такого. Только они бывают еще и на клёне, да? А еще вот что тут. Этот пруд, он как-то от дождей в последнее время, которые постоянно льют, он стал больше, да? Он стал выливаться на дорогу. То есть высота воды на метр поднялась. И вот в результате все затоплено вокруг. Вокруг него все дорожки, все там. Некоторые дорожки даже вообще затоплены. Вот. Грибов дофига. Как я говорил, да? Когда-то. Кому-то. Я не помню, на видео или кому-то я говорил. Ну, это там, да? Дождь и солнце. Будет грибной дождик, будет нафига грибов. Грибов нафига. Но погода такая, что их собирать. Кто их будет собирать? Никто. Тем более по таким старшим дорогам лазить. Но некоторые господа, правда, умудряются. Я видел грибников. Достаточно много. Прямо идут со своими скотомками, с огромными. Собирают. И вполне довольны жизнью. Тащи, это будем завершаться. Не знаю, включусь ли я еще. Наверное, уже нет. Такой репортаж. Сколько там? 8 минут будет. На том все, да? Все следующие херни я буду с следующим видео. Охеренно приехали, да? Ну вот они, дороги. Такие они и есть. Тут так было херня. А стало-то вообще. Ладно, можно обойти. Я вижу. Как-то там. Но по лесу, похоже, жизнь будет. А мне надо именно по лесу.